Добрый день. Какое бизнес применение у НЛП, кроме Алисы и прочих колонок, есть? Ну, на самом деле, даже сложно вам как-то так сходу ответить, потому что у НЛП, смотря что вам нужно в вашем бизнесе делать, да, то есть вам, может быть, нужно что-то искать. Например, у вас есть сайт с товарами, вам нужно брать запросы и по запросам искать релевантные товары. Вам, может быть, нужно, не знаю, показывать человеку релевантные новости, вам, может быть, нужно классификацию какую-то делать для того, чтобы понять, есть у вас там позитивный сантимент, негативный сантимент. В смысле, позитивный сантимент, негативный сантимент каких-то твитов, например. То есть это вот те, что довольно типичные применения НЛП в бизнесе. Алиса, на самом деле, является нетипичным применением, потому что, ну, продуктов уровня Алисы существует, я бы сказал, пять. Поэтому более типичные я постарался вспомнить, но, в принципе, довольно много, на мой взгляд, опять же. А где почитать? Ну, ответ лучше, чем в интернете, я не знаю. А, как бы, у меня есть блог на медиа, мне тут подсказывают, там я что-то пишу. Что-то пишет в блоге ОДС на, соответственно, на Хабре, можно там посмотреть. Как-то вот именно обзор про… Мне просто никогда не приходило в голову поставить вопрос, о каких бизнес применения НЛП, потому что обычно просто приходят люди, говорят, нам нужно вот это. И, как бы, мне просто не приходило в голову сделать обзор. Но если вопрос возник, может быть, действительно интересно такое сделать. Ну, капец, как надо, потому что, когда въезжаешь в тему, видишь только то, что сверху, вот эти колонки, а, типа, вот у меня есть мощности сайентистов, есть какой-то рынок, а что рынку предлагать не очевидно. О, чувак. Короче, знаешь, что надо предложить рынку? Да, да, да. Костев. Спросить у рынка, что ему надо. Леша правильно говорит, что мы не можем сделать вот так, то есть нужно… Короче, задача и проблема первична. Решение и метод вторичен. Сто пудов. Я согласен с Лешей. То есть сначала надо идти от задачи, то есть НЛП – это тоже какой-то метод просто, да, то есть сначала нужно понять, а что людям надо-то в принципе. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? О, вот там рука. Да, но если меня по пути не подрежут, не подрежут. Добрый день, спасибо за доклады. А подскажите, какой нетиповой лосс у вас хоть раз заходил? Или были ли такие ситуации вообще? А, типовой лосс? Именно нетиповой лосс. Так вот, сходу, ну, как правило, все лоссы изначально, как бы, ты используешь те лоссы, которые хоть как-то приближают твою задачу и реализованы. Что-то именно вот супер нетипового, чтобы я отписал какой-то свой отдельный лосс. Ты что-то писал? Ну, возможно, мне приходит на ум, когда-то мы занимались очень странной, так называемой, дичью, совмещение RL, NLP и прочего, и в лоссе, в общем, кое-как присутствовал немножечко комминс и то, как хорошо все кластеризировалось. Я скажу, из таких тоже необычных вещей мы делали, пытались по картинке, предсказать трек, который, ну, обучали, соответственно, на постах, где пользователи выкладывали всякие разные там такие грустные картинки по строк, и там пытались кассинить миллиарди, лернить между картинками, ну, между фичами с картинками определенными и, собственно, фичами из представления трека. Вот, ничего не получилось, поэтому, не знаю, нетиповые лоссы и достаточно неудачное применение. Вот, ну, было прикольно. Причины и следствия, почему они нетиповые? Ну, да, но, мне кажется, типовые лоссы не бывают такого. В этом году на Neuroips была отдельная секция про Kaggle соревнования. Вот. Хотелось бы узнать, какие там интересные Kaggle соревнования были, вот помимо того, что вот Артур показывал? Ну, там был интересный разбор всех боев Бомбермена, то есть там чуваки сделали очень быстрый квик-реплай и, соответственно, рассказывали про них. Это все, что запомнилось. И дальше в рамках него был, собственно, Duck City, когда брали просто агентов, прошивали, ну, реальных роботов и запускали прям такой тип. Это был экшен. И, ну, вот, это же запомнилось. У меня такой провокационный вопрос про этот же воркшоп. Расскажи вообще в целом свои впечатления про него. Насколько просто туда было податься и попасть? Что там было в целом? Ну, то есть там рассказывали, как кто-то гусей нагибал или про то, как, не знаю, вундервафлю задизайн эти соревнования? Что там было? Окей, собственно, как сказал первый докладчик, мы с Женей просто воспользовались воркшопом, как легким способом получить билет на НИПС. Соответственно, мы просто, ну, Женя сделал где-то за ночь доклад, и нас, по-моему, с первого даже раза, как бы с первой правки приняли. Соответственно, это было очень легко, и после этого у нас появились билеты. На этом докладе, по-моему, рассказывались, бейджи, то, что я запомнил. Там был анонс того, что было соревнование TrackML, и теперь его перезапустили на другой платформе, так, чтобы можно было это делать с учетом времени и робот-алгоритмы. Вот, соответственно, ну, чувак занимался тем, что просто рассказывал про новые соревнования. Короче, не так сложно податься на НИПС, особенно учитывая то, что там пока что шляпа, верно? Типа того. Ну, то есть, да, кажется, что так. Ну, кроме нашего доклада, все шляпы. Естественно. О, там вопрос есть? Я еще пока доотвечу. Мы отдельно проводили соревнования на НИПСе, то есть я был с организатором соревнования Conversational Intelligence, то есть оно вот второй год, наверняка будет третий год, тоже Conversational Intelligence. Поучаствовать не так сложно, и у нас из 20 поучаствовавших команд 7 попало на НИПС, так что тоже можете попробовать, приезжайте. Спасибо вам всем за рассказы. У меня вопрос к вам, как к прошаренным чувакам. Как следить? Вот есть куча статей, там куча архитектур, куча каких-то постоянно новостей каждую неделю. Как от этого отсекать лишнее и следить за тем, что на самом деле важно, на самом деле потенциально будет сжечь в следующем году и так далее? Поделитесь опытом, пожалуйста. Ну, на самом деле, как всегда, серебряной пули никакой нет. То есть, во-первых, я очень рад, что у вас новости каждую неделю, потому что у меня они каждый день. И даже, наверное, бывает почаще. И действительно следить суперсложно. Для себя я избрал такой метод, что следить просто за людьми в теме. И, ну, просто периодически проскользают какие-то новости просто из подборок. То есть, в подборке через некоторое время начинаешь просматривать просто название абстракт. По названию уже примерно может быть понятно, не всегда, но, надеюсь, часто. Насколько статья релевантна тебе, проглядываешь абстракт, там уже может быть понятно, насколько дальше смотреть. То есть, фильтрация на уровне именно просмотра сначала заголовков, потом абстрактов, как-то так. Ну и плюс следить за всякими группами, каналами в Slack, в Telegram, вот это все. Я слежу обычно с помощью группы мемы для взрослых мужиков. Вот там очень хорошие постят обзоры статей. Ну, не очень хорошие, но постят. Так, ну, если кому-то интересен RL, да. Вообще у нас есть несколько даже собственных каналчиков в Telegram, где постятся все статьи про RL, которые, скажем так, проходят даже модерацию. И совсем уж успешные и перспективные из них мы разбираем. Поэтому это тоже как некий фильтр помогает отсечь все лишнее. Ну, а также просто следите за твиттером Сергея Левина. Все. А я еще на всякий случай брошу, что в Slack есть Article Essence, и в нем иногда что-то прикольное, огненное. А может быть и не очень тоже разбираются. Я хочу добавить только, что дальше хуже будет. Пойнт, что не исправится никак ситуация, и все равно можно все пропустить. Вот Валя говорил БПЕ, БПЕ вещей, наверное, уже года три, но при этом каждый раз, мне кажется, про нее рассказывает, половина аудитория думает, ну, ничего себе, как так можно было сделать. И при этом это еще и НЛП аудитория, когда должна по-то знать. Каждый раз нас это всегда удивляет. Вот, поэтому выбора нет. Здравствуйте, коллеги. Спасибо за доклады, было очень интересно. Подскажите какие-нибудь кейсы из вашей практики, связанные с информационной безопасностью, где прикручивали нейронки, какой был вывод, чего достигли. Если такие были, конечно, спасибо. Секцию попутал. Я думаю, что надо ответить, что нужно успевать. Мы все серьезно попутали. Слушай, ну, прямо с информационной безопасностью нет, но, не знаю, если считать там всякие разные фроды, аккаунты и боты, которые там абьюзит, то это такая тема, которой, конечно, все занимаются. Ну, прикручивали и удаляли такие аккаунты, когда находили. Вот. Я могу просто отдельно потом рассказать, потому что это такая большая вещь, о которой можно бесконечно рассказывать. Держите. Там какой-то между собойщик уже про… У меня, на самом деле, есть история про безопасность отличная. Мы делали летом, на самом деле, когда пользователи угоняют аккаунты, они пишут поддержку, и им, чтобы их восстановить, предлагают показать, ну, как бы с паспортом. Сотографируется, это стандартная тема для крупных компаний. Вот. Когда мы это сделали, у нас появился детектор паспортов, и мы выяснили, что пользователи выкладывают в открытый доступ 2000 паспортов в день. Причем они не просто, как бы, не то, что мы как-то за них это индексируем, они явно говорят, я хочу выложить, потому что по какой-то причине я хочу, чтобы это индексировалось. Вот мы это выяснили, и мы выпилили это из поиска просто потому, что это не должно быть так. Вот это прекрасное решение того, как можно сделать, решить за них проблему, вот, там, утечки каких-то, какой-то информации. Вот. Там есть все равно с этим куча хитростей, потому что пользователи, они все равно могут обойти все, что можно придумать, но, как бы, вот это части пользователей помогло, я надеюсь. Ладно, небольшое. Так, ну, во-первых, и вправду, если вы работаете с паспортами и любимыми персональными данными, у вас могут появиться всевозможные cool stories, как избавиться от персональных данных и сделать свою архитектуру так, чтобы, скажем так, ничего к вам не попадало на сервера. Но об этом, наверное, мы расскажем чуть-чуть попозже. А вообще, у нас, в нашей маленькой команде DeepBrain'а, также есть люди, которые разрабатывают DeepAnon. Это та самая сеточка, которая позволяет вам анонимизировать ваши фотографии по лицу, которая также, в принципе, переросла еще в Testosterone.net, которая анонимизирует ваши фотографии так, чтобы вы, похоже, были на Артура. Поэтому, ну, возможно, это как-то относится к информационной безопасности. Еще я вспомнил такой кейс. У нас был очень-очень болезненный процесс анонимизации данных для одного банка. То есть, там есть банк, у него есть куча запросов в техподдержку. И нужно, чтобы нам эти запросы отдать, банк должен был их анонимизировать. А для того, чтобы анонимизировать, показать он нам их не мог, потому что там персональные данные. И мы занимались удаленной отладкой по имейлу. Никогда так не делайте. Это слишком больно. Никогда. Никогда. Never more. Окей. Давайте последний вопрос. Спасибо за доклады. По поводу НИПСА. Если для кого-то интересна тема предсказания временных рядов, вот, были ли какие-то доклады там, и можете ли поделиться информацией по этой теме? Спасибо. Ну, как я сказал, достаточно много статей на НИПСе про временные ряды. Ну, я так как не сильно интересуюсь темами, я только вот краем глаза что-то видел. Но я сам в своем докладе упоминал работу, которую я рекомендую вам посмотреть, потому что она как раз про временные ряды изначально. Она показывает именно улучшение на временных рядах. А к NLP, я думаю, что ее только еще можно подумать, как применить. А, да, был варшоп про временные ряды еще. Там посмотрите отдельно, я думаю, что там для вас много интересного будет. Окей, тогда давайте поблагодарим докладчиков.